Дамы и господа, всем здравствуйте, 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 здравствуйте. Вновь Поляковский Владислав Толбившич, всех жителей Московского, Подмосковного региона. Разумеется, я поздравляю с долгожданными первыми заморозками, что символически они наступили в первый день ноября. И в этот же самый первый день, а также второй день ноября, произошло очень занятное событие общественной жизни Москвы, а может быть не только Москвы. Был форум, общественная палата Российской Федерации, ваш покорный слуга. Подобного рода действия любит посещать с большой охотой. Где-то оно ему нравится, где-то оно корректирует. Оно корректирует те планы, которые как-то исторически накапливаются, на которые ты как-то более-менее-менее размышляешь. И что характерно, как сегодня днем у нас была суббота, ваш покорный слуга оказался на секции транспорта и попал на выступление одного очень интересного человека, Игоря Владимировича Зырянова. Жителя Якутии, вполне себе заслуженного работника алмазной отрасли, который описал особенности зимнего периода в этом экстремальном, с точки зрения морозов, регионе России. Его было очень интересно послушать. Оказывается, все без исключения транспортные средства, то есть легковые автомобили, грузовые автомобили, общественный транспорт и даже, и точнее, включая транспортные средства скорой помощи, они не могут работать в морозах в условиях меньше, чем 50 градусов Цельсия. Хочется напомнить, что Якутия – это единственный фактически регион России, где бывают такие морозы. И где, тем не менее, живет несколько сот тысяч человек, несмотря на наличие их морозов. И вот интересный момент. Оказывается, как выяснилось, сейчас на серьезном промышленном уровне работа транспортных средств для таких экстремальных низких температур еще не решена. Вы меня спросите, а как же Антарктида? А с Антарктидой немножечко другая ситуация. В Антарктиде нет такого понятия, как общественный транспорт. В Антарктиде есть немножечко другое. В Антарктиде есть полярная станция, но немножечко другое. Ваш покорный слуга был к этому моменту настроен на то, что вообще ничего не снимать с Нижнего Форума. Он был в основном задачей. Что-то снять для фильма «Россия с нами не пропадет». Но вот здесь вот удивительный момент. Ему захотелось снять хоть что-то из его выступлений. Получилось что-то около 4-5 минут. Итак, очень интересные проблемы из области техники. Оказывается, задача создания экстремальных морозостойких транспортных средств еще не решена. К сожалению, его выступление не записывалось полностью. Ваш покорный слуга, позвольте повторить, записал последние 4 минуты. И как раз слова Вашего покорного слуги заканчиваются. Я Ксукрат Гуриевича заканчиваю. И Игорю Владимировичу предоставляю слова. В общем, мы стучались, видите, и Минтранс, и Миндальвостокразвитие, и Минпромторг. Вот из Миндальвостокразвитие мы получали ответ, что, в общем-то, вопрос, имеет место быть, проблема. Но других мы, к сожалению, не получали. В общем-то, с предпринимателей, которые в Якутии живут, но там, по сути дела, в частном порядке поддержали какие-то оценочные испытания иностранных автобусов, которые заходили. А вот у нас один из водителей скорой помощи еще вот в 15-м году задавал вопрос вплоть до президента, доносилось, что у нас скорой помощи не существует. Нам нужно... Ну, минус 40, что такое минус 40? Да это минус... Вот сегодня у нас там минус 20 уже. Попытка завода Урал создавать машины для северного исполнения. Вот на всяких площадках, начиная вот в Москве, в 19-м году мы выступали, вот и КамАЗ Арктика выступали, это вместе, МТУ и Баманка, все это создавались. Но это опытные образцы. До серии у нас этого, в общем-то, ну не доходит, потому что без господдержки нам эту задачу не решили. То есть это должны поддержать и указания, как мы видим, заводы-изготовители целевая, ну как военный заказ. Вот он должен быть, потому что у нас есть отказы и вертолетной техники, когда и вертолеты не выдержат, а с точки зрения затрат на доставку самолет или малая авиация обходится куда дороже, ну вот это было в прошлом году на ЗИТИБАС, ваш покорный слуга тоже там вместе с Александром Николаевичем мы пытались донести. В этом году, через 19 лет, и военные приходили на испытания, вот в январе-феврале, 19 лет не было испытаний, хотя, видите, там насладились, с 1956 года эта практика начиналась. То, что вот в Бронницах есть, ну неплохо, но у них морозильная камера всего на минус 50. Аккумулятор испытывать хорошо, но ходовую часть шины, это же ты не испытаешь. Мы считаем, что на рубль вложенных денег мы получим 2 рубля отдачи. На самом деле, то, что сегодня пустарным методом делается в гаражах, если это будет прорабатывать конструктор, это будет, естественно, более правильно, более грамотно, с расчетом, это будет существенно лучше. Но это же должна быть и ходовая часть, и рама, то, что основное, чтобы не отказывало. У меня был случай, когда, ну я ехал, у меня в УАЗик был, в народе Козликом назывались, ну 54, отказал от печки. Если бы у меня не привоз, я бы здесь не сидел. Ну в УСКОТ, когда ехал, у меня внутри салона было 2 см льда. Я, конечно, заехал там чуть живой. Ну 54, взятка было. В общем, здесь должны быть и государственное бюджетирование, и недропользователи. В общем, здесь нужно со всеми вместе решать эту задачу, потому что Арктика все равно, она придет, она имеет локальный региональный характер, но и в том числе для страны это стратегическое направление. Ну и вот здесь мы в заключении предлагаем решение, так сказать, если это возможно, нашего секции. Вот есть ряд предложений для того, чтобы дальше этот вопрос двигать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вот честно, с такой презентацией к большим чиновникам приходить очень опасно. Нужно, знаете, как в очень простом формате 5 слайдов. Проблема, предлагаемое решение и эффекты. Все там, 4 слайда. Вот если в таком формате, и пускай будет там не 20 каких-то предложений, а одно-два, вот что мы быстро сделаем, я обязуюсь с этими предложениями отработать. И донести информацию максимально и опубличить. Спасибо. Если сможете такое сделать, Сможно, спасибо. Сможно. Спасибо большое. Спасибо.